МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайно любопытная история из жизни мошенников и их жертв. Женщина, которая надеялась избавиться от тяготившей ее болезни, отдала все свои деньги мошеннице-цыганке, которая, в свою очередь, как она сказала, потерпевшей, передала всю сумму какому-то высшему магу. Сотрудники полиции разоблачили и саму мошенницу, и высшего мага, и подробнее об этом в нашем материале. Еще в ноябре месяце минувшего года жительница Иванова стала жертвой обмана. Крупную сумму в рублях она отдала цыганке, которую считала успешной и эффективной гадалкой и ворожей. Сидела на гадалке, и наткнулась на гадалке. Она не поможет мне излечить. Каким образом гадалка может излечить ногу, непонятно. Но именно так поступила жительница Иванова. За медицинской помощью она обратилась именно к гадалке. Вот так просто и совершенно легкомысленно принимают зачастую потерпевшие серьезные решения, связанные со своими финансами. Неизвестно кому, неизвестно куда, и самое главное, неизвестно зачем, наша сегодняшняя героиня перевела крупную сумму из личных сбережений. Минут через 10-15 он говорит, надо еще. И я, знаете, как-то, он даже не подумывал еще, в принципе. Я снимала еще. Потом включится какое-то время. Неприятную деформацию конечности женщина получила после перенесенного ДТП. Избавиться от дефекта пыталась разными способами. И, наконец, по собственному признанию, решила обратиться к потусторонним силам. После ДТП, было ДТП до операции. Вот, и не помогает операция. Шишка растет на ноги. Она опасная? Да не опасная, но просто мне неприятно. А, неприятно. Да, вещи там носишь, и у тебя шишка. А, видно ее, да? Вы не помогаете ничего. Вы решили бы попробовать с помощью потусторонних сил, так сказать? Ясно. Тотусторонние силы оказались вполне обычными, совершенно банальными, абсолютно земными мошенниками и ворами. Гадалка, пообещав в обмен на деньги, какие-то целебные браслеты просто исчезла. Я скинула, я вообще даже не знаю, как это получилось. Но скинула. Потом говорит, я у тебя рубля больше не спрошу. Я тебе через неделю, нет, в течение недели позвоню, узнаю адрес, пришлю тебе браслет. Вот, и все. Потом я как-то, не знаю, в себя пришла, что ли, потому что меня просто тут обманули. Потерпевшая даже не помнит точно, какую именно сумму она перевела мошеннице. Говорит, что, вероятно, около полумиллиона рублей. Куда делись эти деньги, дистанционная воровка своей жертве пояснила. А почему деньги она отказалась возвращать? Что она переслала деньги высшему магу, что ли? Она позвонила же экстрасенсу, попросила вернуть ей деньги. Но та пояснила, что денежные средства уже переведены старшему магу, вернуть их уже нельзя. Через некоторое время связь прекратилась, и аккаунт социальной сети оказался заблокирован. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась заявлением в полицию. Высший маг доверчивой женщине не помог. Наверное, потому что за помощью она решила обратиться к сотрудникам полиции. По факту мошенничества следственными органами тогда же в ноябре было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2022 года 19-летняя жительница областного центра в одной из социальных сетей нашла страницу женщины под ником гадалка-лечебница, которая якобы предоставляет магические услуги. Девушка обратилась к ней с просьбой о помощи в лечении, так как ранее она попала в ДТП и повредила ногу. Собеседница согласилась помочь, но попросила перевести за свои услуги задаток в размере 4,5 тысяч рублей, также 9 тысяч рублей за покупку специализированного лечебного браслета, 50 тысяч рублей за сам обряд и 280 тысяч рублей за материал для него. После того, как заявительница перевела необходимую сумму, незнакомка еще неоднократно под различным предлогом выманивала потерпевшие денежные средства. Общая сумма переведенных сбережений составила 523 500 рублей. Напомним, преступление было совершено еще в ноябре. Все это время оперативники искали мошенницу-гадалку. Ее подлинную личность удалось установить почти сразу, но выловить и задержать удалось только на днях. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска личность подозреваемой ее местонахождения была установлена. Злоумышленность оказалась безработной, ранее несудимой, 33-летней жительницей города Краснодар. В настоящее время в отношении фигурантки избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие. Обстоятельства разбойного нападения изучают специалисты следственных органов полиции. Жертвой этого тяжкого преступления стал житель областного центра. Дежурную часть отдела МВД России по Фрунтскому району города Иваново с сообщением о разбойном нападении обратился 32-летний мужчина. Он рассказал о том, что к нему в квартиру ворвались двое неизвестных и стали требовать деньги. Испуганный Ивановец сразу сказал, что денег у него нет. Но в ответ на это злоумышленники стали его избивать. Сначала руками, а затем стулом. Я думал, что вернулся отец из поликлиники. Открыл дверь, увидел двух неизвестных. Они стали задавать вопросы, где отец. Когда я им стал отвечать, получил удар в лицо и отступил пару шагов назад. Неизвестные зашли в квартиру, закрыли дверь на ключ и отяснили меня в кухню. Пытаясь объяснить, что отец в поликлинике, меня практически никто не слушал. Налетчики не просто били потерпевшего. Свои действия, как окажется при изучении этого дела, они пытались каким-то образом оправдать. Избиваемого мужчину обвиняли в совершении преступления. После этого меня, можно сказать, сопроводили в комнату и начали сбивать, утверждая, что я якобы какой-то закладчик, что у меня есть деньги, что я ему должен дать денег. Вот. Вкратце, вот такие обстоятельства. Из твоей жертвы налетчики деньги буквально выбивали всем, что попадалось под руку. А попадались такие вещи, что, наверное, могли бы и убить. Меня били табуреткой, требовали непонятных денег. Я сказал, что у меня денег нет. Показал в мобильном приложении, что у меня на счету нет никаких денег. Вот. Единственный вариант, который я могу сделать, это попросить мать перевезти денег. Вот. Позвонив... Мне дали телефон. Я позвонил матери. Мать сказала, что на карте у нее денег нет. Сколь-либо приличную сумму выбить из потерпевшего преступникам не удалось. Грабители и разбойники, поиздевавшись над мужчиной, взяли фактически то, что случайно оказалось под рукой. Ущерб для потерпевшего составил сумму в 10-12 тысяч рублей. Целый табуреткой. В конце меня три раза ударили какой-то палкой. То ли плинтусом, то ли еще чем-то. Потому что, скажем, ударом паука ломалась. После этого один из нападавших схватил рюкзак, мобильный телефон, фитнес-браслет, и мужчины скрылись, заперев пострадавшего в жилище. Заявитель жил в квартире на первом этаже, поэтому смог выбраться через окно и добраться до матери, где они вызвали сотрудников полиции и скорой медицинской помощи. Раскрыть это нападение сумели сотрудники уголовного розыска и эксперты-криминалисты. С места происшествия полицейские изъяли различные вещественные доказательства, среди которых оказались и следы, указывающие на конкретных лиц. На месте происшествия эксперт-криминалист выявил следы вероятных преступников. После дактилоскопического анализа по имеющим базам данных личности нападавших были установлены. Фигурантами оказались двое 40-летних ивановцев. Алексей просто присутствовал рядом со мной. Я просто избивал вот этого петяпляшего. Как сказать, черенком от табуретки. Ну да. Что ну да? Черенком от табуретки избили его? Руками. Руками? Руками, да. Что забрали в него? Какое имущество? Деньги? Телефон? Часы? Когда я выходил из квартиры, просто мне приглянулся рюкзак. И забрал этот рюкзак. Жестокость и цинизм, с которым фигуранты совершили разбойное нападение, объясняется просто. Оба ранее уже неоднократно судимы за тяжкие преступления. Мужчины неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, а один из них был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и за убийство совершенной группы лиц. В местах лишения свободы провели два десятка лет, а на счету у одного из фигурантов вообще два преступления, закончившиеся смертью потерпевших. Только послушайте, как он рассказывает сам об одном из них. Конечно, цинично шутит, но все же. Что тогда произошло? Человека просто начали, ну, хотели покушать, то есть взяли его, съели и все. Понятно. Ну, не было ничем, то есть, покушать, то есть, ну, соседа. Ну, а каким образом вы его сначала убили? Как, понимаете, каким, ну? Ну, как? Ну, щеленили, как свинили, и все. Ну, вы его зарезали, ударили, что там было. Вы? Да. Ну, или вы, или кто-то. Нет, мы его просто заубили, его всего и всего, и потом скушали на сковородке. Уже возрастного мужчину сотрудники полиции привлекают к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Фигурант этого уголовного дела также является и сам потребителем наркотиков. К уголовной ответственности Тейковские полицейские привлекают местного наркомана. Он обвиняется в приобретении и незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков и сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела Тейковский был задержан 50-летний гражданин города Тейково. В ходе проведения личного досмотра у данного гражданина было обнаружено наркотическое средство N-метилофедрон. В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный уже не молод и является потребителем наркотических средств с приличным стажем. Наркотическую зависимость он приобрел несколько лет назад, когда впервые попробовал наркотик. Любопытно, что работает он, по собственному признанию, водителем. Вы работаете? Да. А кем? Водителем. Водителем чего? На автомобиле. Какого? Я не буду ничего отвечать на звонок. Ну, вы говорите, рассказывайте. За что задержали-то вас? За подозрение, употребление наркотиков. А вы употребляете? Нет. Никогда не пробовали? Ну, пробовали, но не понравилось. Как говорил известный герой известного фильма майор Томин, вам врать, нам записывать. Полицейские записывают, но показаниям задержанного не верят. Местные оперативники хорошо знают цену, этому один раз попробовал. И знакомы со всей подноготной задержанного. Установлено, что данный гражданин с 2018 года употребляет наркотические средства, за что неоднократно с 2018 года привлекался к административной ответственности по статье 6.9 КОАП РФ за употребление наркотических средств без назначения врача. Судом ему назначалось неоднократное прохождение диагностики и реабилитация от наркомании. Но данный человек игнорировал данные постановления суда и был также привлечен к административной ответственности по 6.9.1 КОАП РФ за уклонение от диагностики. Данный гражданин состоит на учете в Ивановском властном наркодиспансере как лицо, употребляющее наркотическое средство. Раньше было такое расхожее выражение «пьет как сапожник». Со всем уважением к этой профессии уверен, что нет, не все сапожники пьют, но в нашей истории, к сожалению, фигурантом является именно такой сапожник, который и сам признает, что является зависимым от алкоголя и на этой почве он совершает уже не первое преступление и об этом он расскажет вам сам. Уголовное дело о необычном мошенничестве расследуют ивановские полицейские. Случилось это происшествие в среде лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и носит оно соответствующую окраску. Сотрудникам фрунзенского отдела полиции поступило сообщение о мошенничестве, совершенном в отношении жительницы города Иванов. Заявительница пояснила, возле своего дома она распивал спиртное своим старым знакомым. Мужчина попросил потерпевшего должить ему телефон. Он заверил ее, что ему необходимо позвонить. Гражданин, получивший в руки чужой телефон, его владелицу и свою собутыльницу обманул. Телефон он женщине возвращать не собирался. На мобильное переговорное устройство у него были свои планы. Поверив приятелям, потерпевшая дала девайс. После к нему подошел его знакомый и напомнил про долг. В ходе непродолжительной беседы мужчина решил рассчитаться с кредитором и отдал ему телефон с приятельницей. Когда заявительница не смогла получить гаджет обратно, то обратилась за помощью в органы внутренних дел. Нашли мошенника, похитившего чужой телефон, оперативники достаточно быстро. И фигурант, и потерпевшая – это одна многолетняя компания. Всех и предполагаемого злоумышленника, и потерпевшую объединяет любовь к спиртным напиткам. В ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был задержан. Ему 56 лет, и он уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления. Мужчина крал у своих знакомых технику, которую продавал или обменивал на спиртное. Обратил позвонить. Она отдала. Потом, короче, пришел, кто нам на водку деньги давал, пришел, говорит, дайте деньги. Пришел отдать телефон. Вот и отдали. То есть обменяли телефон на деньги? Да. В ходе разбирательства выяснилось, что чужим телефоном злоумышленник отдал долг. 400 рублей он задолжал своему знакомому. Тот покупал для компании спиртные напитки, от которых мужчина чрезвычайно зависим. Давно употребляете? Я сапожник, 38 лет. И пьете, как сапожник, да? И пью, как сапожник. В общем-то, отвечаете критериям. Не думали как-то завязывать? Ой, еще как думал. Это болото такое и болото. Стоит шагнуть, и все уже там, по городу там, в этом болоте. И выйти никак не можешь. Думаешь, похмелись, выйдешь. А на болото еще больше. Не получается у вас вообще как-то? Да, получается. Мужчина, подозреваемый в мошенничестве ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В его криминальном арсенале несколько краж. И все они совершены. Также во имя приобретения спиртных напитков. То есть все у вас, можно сказать, на почву? Он мне рассказал, пойди, продай водку принеси. Вот я и пошел. Мне 4 года условно. Я 4 года условно отходил. А так сапожником работаю. Сейчас сотрудники полиции решают дальнейшую судьбу задержанного. В процессе изучения его личности выяснилось, что он гражданином России не является и проживает на территории нашей страны незаконно. Во время судебного разбирательства выяснилось, что фигурант незаконно находится на территории Российской Федерации. В настоящее время мужчина возместил потерпевший материальный ущерб. Решается вопрос о его депортации на территорию Грузии. Заезды проходили в Шуйском районе 15 августа 2020 года. Это был период пандемии и всевозможных ограничений. Соревнования были запрещены, а вот тренировки возможны. На ту открытую тренировку собрались участники из разных регионов. 12-летний Григорий Лозинский с отцом приехал из Подмосковья. Несмотря на возраст, он был уже опытным спортсменом, занимался с пяти лет, имел награды. На втором круге, преодолевая трамплин, подросток упал с мотоцикла. От полученных травм он скончался в больнице спустя неделю. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении организатора заездов Олега Храмова. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. Речь шла о том, что под видом тренировки проводились запрещенные соревнования. Трассу для них подготовили с нарушениями, а также не обеспечили дежурство скорой помощи. Олег Храмов, в свою очередь, настаивал на своей невиновности. Суду пояснял, что готовность трассы оценивали эксперты еще до заездов. На станцию скорой помощи заявку он относил и оставлял ее диспетчеру. На поле дежурил фельдшер. Обвинение в подмене понятий тоже отрицал. Говорил, что проводил именно открытую тренировку, просто в форме соревновательных заездов. Шуйский суд после опроса свидетелей и изучения экспертиз посчитал обвинения недоказанными. Олег Храмов был оправдан. Отец погибшего подростка и прокуратура оспорили это решение. Однако апелляционная инстанция оставила в силе оправдательный приговор. Татьяна Прокопенко, телекомпания «Барс». В отношении бывшего сотрудника ФСИН возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии следствия, Саакян привлекал осужденных к ремонту помещений в колонии, в том числе своего служебного кабинета. При этом зарплату за свой труд заключенные не получали. Более того, строительные материалы приобретались за их счет. Преступление выявлено подразделением собственной безопасности в СИН. На время следствия Романа Саакяна до 1 мая заключили в СИЗО. Пожар на химпредприятии вспыхнул в апреле прошлого года. Как позднее установило следствие, причиной стал электростатический разряд при работе с жидкостями, которые легко воспламеняются. Сотрудников эвакуировали, но одна работница цеха получила ожоги 25% тела. Было возбуждено уголовное дело троих. Руководителей обвинили в нарушении требований промышленной безопасности. Однако суд освободил их от уголовной ответственности, но назначил судебный штраф. Генеральный директор должен заплатить в госказну 150 тысяч рублей. Главный инженер – 70 тысяч, а начальник цеха, где был пожар и пострадала женщина – 60 тысяч. Суд учел, что преступления небольшой тяжести, а подсудимые раньше не привлекались к уголовной ответственности. Кроме того, они признали вину, возместили причиненный ущерб и устранили нарушение правил безопасности на производстве. На сегодня это вся информация. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова